Слава Богу, братья и сестры, что все-таки чувствуется праздник. Спасибо хор за хорошие слова, которые были пропеты. И знаете, вот праздник Рождества, он очень открыт людям, которые в свое время понуждались в Иисусе Христе. И вообще человеку очень хорошо богославить, когда человек начинает вспоминать, откуда Господь его нашел, где к нему являлся Господь. И в нашей жизни у каждого христианина есть тот день, который мне хочется, чтобы мы вспоминали. Возможно, вы в свое время были тяжело больные, и вы были одни в комнате, на кровати, и страшный был диагноз, и мысли за мыслью сатана атаковал. И, казалось бы, на этом ваша жизнь закончена. Но в вашу жизнь пришел Иисус, и вы сегодня живы и здоровы, и находитесь здесь, и, возможно, слышите через трансляцию у нас, потому что родился Иисус. И вы поэтому рождены, поэтому вы сегодня славите. Кто-то, возможно, был в больших грехах. Возможно, люди говорили вслед вам, как таких земля носит. А сегодня вы одеты красиво, в костюмчике, возможно, братья и сестры. И когда эти все вспоминаешь, ты хочешь еще больше и больше говорить не только, а хочется даже кричать громко «Господь, слава Тебе!» На самом деле Ты родился. Нам хочется об этом рожденном петь, хочется Его славить, потому что для таких людей прошел Мессия, прошел Христос. И мы вспоминаем эти события, и мы еще будем вспоминать. И мне хочется, дорогие мои братья и сестры, поздравить вас с этим прекрасным, светлым праздником Рождества Иисуса Христа. Любовь, мир и радость пусть будет в ваших сердцах и в ваших семьях. Вспоминайте почаще, откуда нас Господь нашел, тогда будет праздник. Тогда будет по-настоящему праздник. Как-то, будучи на одном большом служении, взял с собой младших детей. И так у нас иногда принято на праздниках, особенно в малых церквях, пять часов этот праздник длился. Я смотрю, моему этому сыну уже так этот праздник надоел. И уже когда сел я в машину, мой сын уже ждал, говорит, папа, чего так долго? А я ему говорю, сынок, потому что праздник. А он такой, а-а-а, понял. И я понял, что он ничего не понял. Знаете, потому что ему тяжело пять часов пробыть в таком служении, потому что для него это закрыто. Это всего лишь традиция, которую мы влаживаем нашим детям, и это правильно. Но приходит время, когда в нашу жизнь стучит Господь Духом Святым, открывается Слово, мы понимаем ценность Рождества Иисуса Христа, мы понимаем, почему ангелы возвещали пастухам о радости. Но я хочу, дорогие мои, прочитать и не только о радости. Я хочу прочитать вместе с вами такое событие, которое Дух Святой тоже записал на страницах Библии. И не только Иисус Христос пришел, знаете, для того, чтобы мы радовались, но иногда бывают другие события. И вот, читая Луки, вторая глава, я прочитаю несколько стихов. Первое место я прочитаю. Смотрите, как оно звучит. 34 стих. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, сели житей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания». Недавно, совсем недавно, ангелы возвещали Духом Святым великую радость, которая будет всем людям. В другом Евангелии мы читаем, что Он придет спасать своих от грехов их. Друзья, и вот Симеон благословляет этого маленького младенца и говорит пророческие слова маме. Марии. Я не читаю все, что говорил Дух Святой через этого человека, но я хотел бы запечатлеть в наше внимание, что сей, о котором мы сегодня поем, о котором мы много говорим стихов, и у нас так много свидетельств хороших, написано, сей лежит. Вот, вот этот маленький младенец лежит еще, еще не в возрасте, но вот этот маленький на то время человек, которому имя Иисус Христов лежит на падение и на восстание многих. Друзья, дорогие, я хочу сегодня, вспоминая эти события, сказать, что для кого-то Рождество, для кого-то, знаете, на самом деле Рождество. Слово Божие работает в нашем сердце, и, знаете, и восстает то духовное в нашей жизни. Мы поднимаемся духовно, мы радуемся, но для кого-то нападение. Кому-то совсем не праздник, потому что это не просто событие, которое мы вспоминаем периодически уже более двух тысяч лет, но что-то в этом празднике звучит намного больше. Я хочу, дорогие, чтобы мы понимали, что Иисус Христос пришел не просто родиться, о чем мы знаем, не просто умереть и воскреснуть для нашего оправдания, прости в нам грехи. И это очень важный смысл. Я как-то листая Библию, читая, размышляя над этим, вникая, для чего еще прошел Христос? Какая Его миссия на земле? И я хочу с вами еще одно прочитать. Знаете, то, для чего пришел Иисус Христос. Я прочитаю евреям 1 глава 2 стиха. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Дорогие мои, вспоминая эти события, я хочу сказать, что Бог говорил и говорит. И мне хочется оставить всем нам пожелания, слышим ли мы сегодня голос Божий, говорит ли нам сегодня Бог через Иисуса Христа. В свое время в Ветхом Завете Бог говорил очень много. И одно из таких ярких событий, когда Бог говорил Моисею, сгори. Когда Бог говорил и народ видел, Он слышал громы, молнии, они убоялись. И по прошествии много лет, уже даже когда пришел Иисус Христос в зрелый возраст и встречался с фарисеями, священниками, они говорили, «Мы знаем, что Бог говорил с Моисеем». Прошли много родов, но это историческое событие оставило след во многих людях, евреев, Израиле. Они хорошо знали, что Бог говорил. Бог говорил через гром, через молнию. Бог говорил, знаете, в таком большом, большими действиями. И люди видели, люди слышали. И, знаете, и эти события передавались. Но прошло время. Сегодня вспоминалось, уже в Иисусе Христе поменялось направление. Рождается младенец, рождается совсем не в многолюдном месте. Мне кажется, если бы Христу было место в гостинице, ангелы бы все равно пришли. Но уже пришли бы не на поле, а пришли бы в то место, в гостиницу, возле гостиницы. Возможно, больше бы людей увидели. Но вот так было. Явился пастухам. И, знаете, интересное такое его событие. А почему не явился таким знакным людям, которые сегодня и у нас, и там способны больше передать? Ну, кто там поверит этим пастухам? Это пастухи. Ну, пастух есть пастух. Что он может видеть? Как можно ему верить? В Израиле были люди, которым можно было верить, как Гамалиил, как другие подобные. Но он пришел вот в таком виде, в таком состоянии. Является пастухом. Рождается совсем не в том месте, где вообще рождались младенцы, да и у нас сегодня. Когда наши сегодня жены, наши сестры рождают, и, знаете, иногда хочется, чтобы палата была, там одна в палате, платная, чтобы где-то в Бресте, чтобы где-то в Минске, чтобы оно как-то, ну, было приятнее, лучше, красивее, удобнее. Но это наше человеческое, знаете, решение. И здесь ничего греховного нету. Но вот Иисус Христос рождается в таких вот местах. Но эти события, оказывается, не просто остаются нам, как история. Там звучит очень много. Господь поменял тактику, направление поменял. Бог начал говорить в Сыне. Спокойно. не с криком, не с громом, не с какими-то большими действиями. Он просто. И когда Христос возрастал, и вырос уже в тот должный возраст, когда нужно было проповедовать, и, знаете, его не поменялась тактика. Он говорил просто. Он говорил спокойно. Он никого не заставлял. Он от Иуды не забирал чашу. Он его не упрекал. И много можно вспоминать о Иисусе Христе, как Он провел жизнь. Друзья, дорогие, я хочу, так как время очень быстро нас торопит, я хочу подвести итог. Бог и сегодня говорит нам в Сыне. Бог говорит спокойно. Бог говорит тебе в доме. Бог говорит негромко. Бог говорит тебе Духом Святым. Он говорит очень спокойно. И ты сегодня сидишь в этом собрании, и Господь говорит спокойно. Друзья, дорогие, сегодня события, они идут и придут. Я хочу сегодня сказать, придут. Послушайте, придут. Давайте мы услышим голос Христа в своем сердце и сделаем вывод, чтобы в нашу жизнь не пришел Ветхий Завет, чтобы нам не услышать громы, молнии, и чтобы нам не услышать что-то страшное в наши уши, дорогие мои, церковь Божья. Я еще раз скажу. Не в многословии, но я говорю, что говорил Дух Святой. Придут дни. Многие заплачут. Многие не будут знать, куда идти и куда бежать. Но наш Бог любящий, Он любит нас, и Он нам сегодня говорит в Сыне. Я хочу оставить вам всем пожелания. Читайте Слово. Слушайте голос Его. Он нам говорит в Сыне. Спокойно, ненавязчиво. Ты знаешь, о чем тебе Дух Святой говорит. Не самое важное служение, а самое важное, слушай, что тебе Господь говорит. Каяться, иди кайся. Не став служения выше, Слово от Господа к тебе. Дорогие проповедники, служители, все, домашних, семейских, каких-либо служений, пусть Господь идет впереди, а мы за Ним. Не спешите идти вперед. Не спешите. Мне хочется, чтобы наша жизнь, она была полноценная в этом рожденном Иисусе Христе, чтобы мы распознали, что через этого рожденного к нам говорит Господь, Духом Святым, мы Его распознали, как Симеон, мы Его распознали, как Анна, чтобы мы сегодня тоже с вами распознали, что Он сегодня среди нас. Не как 25 число и на календаре красным подведено, а что в нашем собрании Господь. Доворогие, давайте встанем на минутку, на две для молитвы. Он еще заговорит вам в молитве, а вы Ему скажите слова благодарности. Господь и Бог наш, да будет Тебе вся слава в наших песнопениях, в наших молитвах. Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! Благословен Бог, Отец Господа нашего, Иисуса Христа, в лице Иисуса, Сына Твоего, Спасителя нашего, младенца, которого мы сегодня вспоминаем. Ты, Господь, послал любовь на землю, Ты, Господь, открылся нам, как неким, некогда сам говорил извергам, кому как, но Ты явился, слава Тебе! Мы некогда были больные, мы некогда были больные физически и больные грехом, мы некогда, Господи, были отдаленные от Тебя, но сегодня через Иисуса Христа мы стали близки к Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе! Да будет в этом собрании слава, которая достигнет небес, которая достигнет этих, Господь, престолу, Господь Небесный! Слава Тебе! Я благодарен Тебе, Господь, что Ты открылся нам, что Ты сегодня открываешься нам, слава Тебе, что у нас есть о чем петь, что мы сегодня знаем, Господь, как славить Тебя, но я прошу Тебя, благослови народ, чтобы мы, Господь, стали на стражу сердец своих, чтобы мы стали на стражу, Господи, потому что время поспешает, время придвигается, Господи, нам хочется слышать голос Твой, чтобы нам воспринимать Слово Твое. Дай сегодня народу, Господь, покаяние, чтобы Господь, если сегодня, Господи, Дух Божий, говорит нам, чтобы мы восстановили свое состояние, чтобы мы подошли ближе к престолу благодати, дай нам сил делать шаги, решения, примирения, и, Господь, в этом есть благодать Твоя и благословение, чтобы, Господи, не было нам этот праздник нападения, чтобы, Господь, это слово, которое звучит нам на протяжении многих времен, Господи, не было нам нападения, чтобы не было, Господи, нам, Господи Иисус, в вину, что мы слышали, мы видели и не восприняли. А воотче, слава Тебе! Лосе мене кальде фрайде! Ты дал нам Духа Святого, Ты дал нам время молиться в домах наших, на молитвах наших. Ревис кимене эльфарамине черепелде глайде! Господь, дай Дух молитвы народу, и в праздники слави Тебя, и в праздники исполняться Святым Духом. Дай сегодня, Господь, нам такую веру, дай нам такое твердое решение молиться, славить, превозносить Твое Святое Имя. Благослови народ, да услышит народ голос Твой, да будет народ любить Слово Твое, да будет народ читать Слово Твое, потому что придут эти страхи. Господи, чтобы нам не убояться худой молвы, чтобы нам не убояться других информаций, которые сегодня идут и придут. Помоги народу Твоему, в Иисусе Христе, в Сыне Господь, увидеть, Господь, Тебя, сильного, живого, действующего. Господь, утверди народ, и благослови народ, и благослови. Дальше эти праздники, на протяжении этих дней, да будет Дух Святой, руководит нашими сердцами, нашими семьями, и нашими служениями. Тебе вся слава, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.